Здравствуйте! Я стараюсь в своих видео в последнее время меньше выражаться какими-то нецензурными словами или вовсе перестать ругаться матом. Есть у меня такая культурная, скажем, задача для самосовершенствования. Поэтому я могу сказать сейчас, контролируя свои эмоции, что этот нож просто охрененный. Он просто-просто суперский бушкрафтер от Benchmade. Ну, я вам скажу так, ребят. Я по многим, скажем так, мотивам Benchy и немножко недолюбливаю. И я уже признавался, что они мне не по карману. И в основном это какие-то складни, у которых не очень большая рукоять, которые мне не влезают просто в ладонь. Скажем, исключение составляли то, что я пробовал. Это Vicar и Adamos складной. Они под большую руку нормально идут. И совсем недавно на обзоре у меня был Hunt, который совершенно на свои деньги на меня впечатления никакого не оказал. И вот этот нож у меня производит просто грандиозное впечатление. Это, я могу сказать честно, это, на мой взгляд, один из лучших небольших лесных фиксидов, которые я когда-либо держал в руках. Скажем так, сразу поясню. Есть очень много хороших ножей, которым я питаю уважение, особенно ножей, которые по карману широкому кругу почитателей. Тех, которые подороже, скажем, те же самые All-Life. Мне очень понравился всё. Здесь, вот этот вот самый бушкрафтер, он стоит на сайте Benchy 215 долларов. В Эстонии его продают за 200 евро. Продается он, кстати говоря, в оружейном магазине Baltic Fox. И я могу сказать совершенно чётко, что вот если человек хочет себе один, единственный, на выход, хороший, надёжный, зачётный нож, то вот это он может и быть. Просто, просто какой-то у меня восторг этим словом. Давайте начнём с ножен. Если ножны на том же самом ханте мне показались, мягко говоря, и нелогичными, и маловразумительными, и не совсем удобными, то здесь, во-первых, это выглядит очень дорого. Это действительно выглядит на свои деньги. На мой взгляд. То есть, сразу видно, небольшие такие ножны у вас на поясе. И те, кто в теме, те, кто в клубе, понимают, что человек сделал правильный выбор. У человека есть вкус, и у человека есть достаточное количество денег для того, чтобы этот свой вкус реализовать. Ну что, я тебя перехвалил, что ли, как ты застёгиваешься? Очень тугая здесь петля. Нож в застёгнутом состоянии. Конечно, совершенно невозможно вывалить из ножен. В расстёгнутом. Я думаю, что можно постараться, но всё равно. Не сразу, не сразу он выпадет, скажем так. Благородная такая, классная, потёртая, я не знаю, на ощупь. Вот знаете, вот какая-то Мальборо-классика, одним словом. Какая-то ковбойская кожа, рыжая, очень красивая. Петля здесь для фиксированного подвеса. И если хотите, можно вот за такой карабинчик, не за карабинчик, за металлическую петельку подвесить. Очень будет стильно, солидно, как бы выглядеть. Здесь у нас дополнительная есть такая вот, скажем, вставочка, петелька для огнива. Или что угодно можете сюда поставить. Да хоть карандаш, если необходимость есть. Очень, очень красивые ножны. Они даже, знаете, они даже не столько практичные, не столько... То есть они практичные, они пошиты классно, из толстой кожи. Не гнутся. Очень, вот здесь вот они похожи просто на хорошую, качественную кожаную кобуру для пистолета. То есть очень жестко, все замечательно. Но, на мой взгляд, они гораздо даже более красивые, чем практичные. Дальше. Чуть не забыл. Дизайнер этого ножа Шейн Зиберт. Просто, просто порадовал. Как обычно. Начинаем с рукояти. Опять же, стараясь не выражаться, стараясь начинать быть культурным человеком, почти даже интеллигентным. Я могу сказать, у этого ножа просто охренительная рукоять. Просто, просто какая-то... Блин, ну просто нереальная. Вот это вот утолщение в этом месте, оно вот ровно как надо, и именно там, где нужно. И оно делает просто вот, саму по себе рукоять невероятно хваткой, невероятно просто. Просто вот она настолько вот наполняет. И здесь именно получается так, что вот продуманность заключается в том, что там, где надо, ее много, и там, где можно поменьше, ее поменьше. За счет этого, какое-то там, скажем, строгание, оно будет просто, я не знаю, может многочасовым этот процесс сделать, и рука не устанет. Просто суперски, просто, ну я не знаю, у меня действительно эта рукоять, она просто вызывает восторг. Обратный хват не такой удобный, именно за счет того, что там, где уже не надо потолще, там, где надо бы потолще, поменьше. Но, скажем, мы обратный хват меньше используем, большой палец четко встает абсолютно вот на этот угол, на эту жопку. Отверстие для темляка здесь, наверное, сделано больше с юмором, потому что два вот таких вот шикарнейших больших отверстия есть. То есть, при каком-то юмористическом отношении к предмету, из этого ножа действительно запросто, можно без всяких разборок дополнительных, без всяких каких-то там манипуляций сделать копье. Плюс, отверстие для темляка на очень хорошем месте. То есть, если вы держите нож, скажем, какими-то хватами, то у вас темляк не будет мешаться. Самым-самым краешки, вот я очень люблю, когда на самый-самый конец ножа, на самый конец рукояти сажают отверстие для темляка. Монтаж здесь фулл танк, это и так понятно. И двухцветный G10, очень красивая такая красная полосочка, проставлена между самим хвостовиком и основными плашками. Этот нож выпускается вот в таком варианте зеленого цвета и есть еще песочный цвет у рукояти. То есть, еще раз могу сказать, просто, просто невероятно. Сама по себе подпальцевая выемка не глубокая и она переходит в хороший такой полноценный здесь, скажем, вот выступ, упор. Для какой-то тонкой работы, для какой-то, ну, нарезки именно по овощам, по таким вот моментам здесь предусмотрены просто вот заботушка реально. Шейн Зибер, он сделал вот две такие выемки, то есть вы спокойно берете вот так нож, вам не нужно там как-то ляпать. Или, скажем, если взять средним пальцем и большим в эти выемки и указательный поставить на обух, то можно совсем какую-то тоненькую-тоненькую нарезочку, очень аккуратную какую-то работу делать. Одним словом, просто замечательно, просто замечательно. И я как-то так сразу же, сразу же пошел с места в карьер, что забыл вам сказать, что, собственно говоря, общая длина у этого ножа 23,24 сантиметра, длина клинка 11,18 сантиметра, или если в дюймах, то это 4,4. Очень хорошая, достойная длина клинка. То есть для какой-то работы, для какой-то именно вот работы, если там вы не берете себе целью валить тростник, или сплавляться по вырезанному вами же, там, на вырезанном вами же плоту по ангаре, обычная какая-то любая лесная работа, этой длины клина хватит. Дальше. Дальше у нас идет обух. Обух солидный. 4,17 миллиметра. Для клинка в 11 сантиметров очень нормально. Больше это уже совсем было бы, совсем уже топор. Он и так топор, по большому счету. Но больше было бы совсем грустно. 218,86 грамма все это весит. G10 на рукояти и на клинке 30.CPM-S30V. 58,60 единиц по шкале Роквелла. Клин мне просто нравится тем, что он обычный. Традиционный, универсальный. Прямая режущая кромка. Все аккуратно. Сведение не очень тонкое, скажем так. Ну, для ножа, который предназначен для каких-то именно лесных работ, очень зачетно. При этом все выточено ровненько. Обалденный сатин. Просто обалденный. Такой же классный, как на Кантега. Такой, знаете, немножечко рельефный. Очень-очень дорогой на ощупь. Нож вообще, несмотря на то, что он просто, казалось бы, какой-то вот, ну, бродяга, как говорится, лесной, выглядит очень богато. То есть, когда этот нож видишь, когда, опять же, когда этот нож видит человек, который в теме, который в клубе, он понимает, что это реально две сотки баксов. И, как говорится, отдай и не проси. С одной стороны у нас клеймо Ziber Design и марка стали S30V. И, с другой стороны, та самая породистая бабочка. Спуски здесь на две трети ширины клинка, прямые. В общем, Drop Point, плейновый клинок. То есть, по поводу клина, по поводу именно дизайна клина, да нечего сказать. Очень хороший рабочий дизайн, рабочая геометрия, ничего лишнего, никаких тебе там, я не знаю, фальш-лезвий каких-то тупых. Вот, я могу сказать, вот, ребята, вот просто восхититесь. Действительно, никаких фальш-лезвий, никакой хрени. Посмотрите, какая толщина обуха идет до самого-самого кончика. Вот, посмотрите, какой толщины здесь кончик. Этим кончиком можно не то, что там люк поднять, им можно просто, я не знаю, поезд остановить. Просто шикарно. Обух здесь рабочий, по нему можно, я не знаю, на него можно давить ладонью, больно не будет. По нему можно долбашить там поленом, и ничего с ним не случится. Одним словом, вот, как-то я вот так вот быстро, и я бы с удовольствием, с удовольствием еще поболтал бы, порассказывал о том, как мне нравится этот нож. Я вам скажу так, что этот нож лучше всего взять в руки, подержать, если вам действительно вот эта вот замечательная, качественная, пухлая рукоять придется в ладонь. И если у вас есть 200 североамериканских рублей на покупку этого ножа, то я думаю, что решение вы примите правильно. Просто, я повторю вежливо, нож просто охренительный, это один из самых лучших фикситов, которые я держал в руках. Это просто, это просто восторг, это просто чудо. Он, он замечательный. На самом деле, фирма Benchmade могла бы вообще ничего больше не упускать, выпустить только один этот нож, и я бы уже этой фирме все косяки простил, и просто любил бы, и так далее, и так далее. Одним словом, вот, я могу сказать, что после того, как я его подержал в руках, это реально моя хотелка на будущее, когда-нибудь земноводная будет задавлена, раздавлена мною, и я такой нож обязательно себе приобрету. Потому что, если у меня будет такой нож, то остальные я просто могу спокойно сложить на полку. Спасибо за просмотр, всего доброго!